Нередко взрослые сетуют на то, как много времени проводят современные дети в компании гаджетов и в противовес приводят примеры своего детства. Без интернета и смартфона, зато с активными и захватывающими играми во дворе. Впрочем, современное поколение с такими утверждениями не соглашается. Своими действиями подтверждая, дворовые игры популярны у детей и сейчас. Доказательством этому могут послужить дворы многоэтажек в спальных районах летом. Не обремененные школьными и факультативными обязанностями, ребята с утра и до позднего вечера проводили на улице за играми. А во что играют во дворах сейчас, выяснить это решила Гродненская областная организация БРСМ, инициировав проект по дворовым играм, а у нас во дворе. У нас к этому периоду прошло уже огромное количество интернет-челленджей, куда подключились молодежь из всех районов нашей Гродненской области. Кроме того, мы собираем копилку дворовых игр. Это те описания и те модные популярные дворовые игры, которые характерны для определенного района нашей Гродненской области. Эта копилка станет дальнейшим сборником, такой методичкой для наших бойцов студенческих отрядов, которые будут работать в летних оздоровительных лагерях. Презентовали проект дворовых игр прямо во дворах домов. В микрорайонах Девятовка и Ольшанка. Играли в футбол и стритбол. Стритбол – это особый вид баскетбола, уличный. Играют в него три на три. В сотрудничестве с Управлением спорта и туризма областного исполнительного комитета у нас есть задумка о проведении фестиваля именно по стритболу среди дворовых команд. Не среди учреждений образования, не среди каких-то вузов или первичных организаций предприятий, а именно чтобы ребята со двора могли собраться, создать свою команду, поиграть. И в дальнейшем, конечно, принести некую пользу своему двору. Может выиграть хорошее дополнение к своей площадке дворовой, может быть ремонт дворовой площадки. Дети любого возраста также выбирают возможность провести свое время с друзьями во дворе. Это и общение, и иной, нежели в школе круг знакомых, и возможность восполнить свои эмоциональные ресурсы. Это круто, классно, это лучше, чем сидеть дома, залипать в телефоне, на компьютере. Я всегда пытаюсь выбраться на улицу, собраться в большой компании, ну, это классно. Когда мы собираемся в большой компании, ну, мы сначала начинается так все более спокойно, мы там разговариваем, общаемся, какие-то сплетни друг к другу передаем. А потом, когда уже у нас полное тело позитива, мы начинаем беситься, дурачиться. Это круто, заряжаешься позитивом, заряжаешь других.